так всех приветствую вот показываю вам нашу страну как видите магазины полны никто ни в чем не нуждается вот вам пятерочка полная продуктов думаю идти снимать по очереди там нет нужды но показываю вам россию я тут на днях написали несколько человек что если что если нужно мы можем там отправить вам продукты первой необходимости я честно говоря обомлела я думаю зачем ну просто нам показывает что в россии вообще прям голод вот люди не знают куда бежать что делать видите все эти фирмы которые якобы у нас ушли iphone и ipad и все здесь находятся замечательно себя чувствует и уходить ненамеренный но поскольку на них оказывается давление естественно они делают вид что что уходят на самом деле все как было так и есть тут еще и большие скидки на золото появились честь какого-то праздника наверное не знаю уж какого но что-то там есть теперь показываю дальше вот видите это россия здесь уже давно различные фирмы не только европейские очень много иных брендов которые свою продукцию и не только продукции вещи в том числе предоставляют нам это какая-то новая фрим появилась с ушами туры с ушами называется так это у нас одежда из италии франции которые нас с санкциями закидали якобы видите все все работает все есть и айфоны работают и ipad и все остальные фирмы это все просто знаете такой акт устрашения на некоторое время подействует или нет вот не подействовало собственно говоря и самое интересное что основное количество жителей россии они же это сельское население понимаете сельчане невзирая на большие города основное количество россиян это периферия и они раба увидели ваш айпад и прочую хрень это нам нужно я вам честно скажу мне айфон нравится только как рабочий телефон у него память большая вот и все больше не для чего вот не для каких целей я больше по ним там переживать не буду и причем мы их покупаем то не каждый день вот мой айфон уже наверно третий год у меня собственно говоря хотя появилось уже два больших новых но я как-то знаете с ума не схожу по ним там какие-то новые функции навороченные вот придет время пойду и куплю и они будут здесь поверьте мне как бы они потом не умоляли вернуться я просто вам объясняю что все это рассчитано было на много лет вперед россия очень долгое время была в роли терпилой если хотите знать и мы все говорили мы все негодовали что ну когда когда ты уже ответишь сколько можно нас унижать и принижать знаете мое самолюбие тоже чего-то стоит и самоуважение в числе я не согласна принижать себя и свою страну ради каких-то посулов плевать я хотела давно надо свое развивать беларусь развивает свое уже сколько лет и и ничего и между прочим вот эти санкционные фрукты и прочее прочее что нам возили через беларусь возили через китай возили те же самые фирмы которые как бы были под санкциями или мы были у них под санкциями поэтому не верьте всякой херни замечательно здесь все ничего не изменилось все нормально все должно как должно быть собственно говоря вот показываю абсолютно ничего не изменилось никакая экономика не рухнула это просто люди себя утешают и по большей как бы по большей части это естественно пропаганда это желание напугать знаете когда не могут ничего сделать с большой страной не могут никак диктовать свои условия тоже огрызаются это самая большая страна в мире целый материк занимает вы неужели думаете что здесь не найдутся другие выходы это огромный рынок это самоубийство все это оставить и уйти это просто самоубийство поймите и даже если они откровенно говорят делают вид что уходят на самом деле они будут делать по-другому они просто через другие страны свои свои продукции обратно сюда будут подставлять естественно на вопрос а как скажут но мы здесь причем это перекупщики вот купили и перевозят так сейчас возьму кофе и продолжим нашу беседу вот видите все все эти наши кафе все все как должно быть самое главное мы вылечились от страшной болезни все это заслуга этих времен и сейчас напомню один случай когда мы с вами об этом говорили вы чуть позже так продолжим помните я когда-то мы с вами вызывали духа и спрашивали ответ опять это слово не буду называть эту фигню потому что youtube любое слово ловит касаемо вот этой фигни насчет этой фигни когда спросили она когда закончится ответ был такой они горят они будут гореть люди в погонах все кричат женщины кричат вот когда это начнется закончится эта фигня теперь смотрите вот началось и вот эта фигня закончилась видите тут стекла были везде закрыты то есть перед этими вот все снято все сняли сейчас подошла гору вас чего-то не хватает и горит стекла не хватает пути же нас всех вылечил точно вот смотрите все везде работает все вот абсолютно то есть сказать что вот что-то изменилось нет вы поймите вот экономика это такая вещь пока ведь эта продукция закончится его же везут сюда просто целыми как вам сказать складами там тоннами на на полгода вперед это возится сразу же в огромном количестве если тем более это там вещевой рынок и прочее я не говорю про частные магазины я говорю про торговые центры которые наполняются сразу на полгода у них складах это все есть так рассчитывается и пока в течение полугода это все начнет работать то есть продаваться все такое уже возятся новый товар поэтому всегда когда принимается некое решение который может привести к какому-то кризису это всегда рассчитывается это время буферная зона называется время когда все это пока будет продаваться новый товар привезут но привезут из другой страны например предположим понимаете тот же товар скажем так в обход другим таможням но не будут никогда бизнесмены себе во вред что-либо делать наш макдак гавкал гавкал ой вот закрываю все ухожу все порадовались оказывается передумали знаете лучше бы они ушли потому что потому что очень многих начались с поджелудочным проблемой из-за макдональдса именно там же вообще нездоровая пища нафиг она нам нужна сейчас извиняюсь кофе заберу и продолжим вот через любую соседствующую страну можно привезти сюда всю продукцию и вот те фирмы которые это доставляли сюда привозили они могут то же самое сделать через любой соседствующую страну и я вам больше скажу это им обойдется больше дороже здесь цены не поменяются потому что они будут оплачивать более долгую длинную дорогу и посредником оплачивать и прочее но они привезут потому что в россии это то есть самый большой рынок вы это все понимаете я хочу чтобы вы поняли дорогие друзья нужно быть рядом со своей страной даже если где-то какое-то решение вам не нравится вы понимаете пусть никому не покажется что только архи богатые люди что-то потеряют или теряли нам тоже приходится перестраиваться под новый режим жизни хотя бюджетников это вообще не коснется нам тоже приходится перестраиваться америка сейчас будет на окорочках ползать и самое приятное что все-таки народы которым мы помогли не раз это венесуэла куба мексика тот же самый иран которому американский президент сейчас предлагает любыми путями чтобы с ирана нефть возить потому что понимает что попал в просак иран отказал иран в отличие от нас был еще худшей блокаде знаете и выжил вот приятно что люди все же ну не оказались двуличными в такой ситуации они все же наказали эту чрезмерно чрезмерно надменную гниющую изнутри страну я сегодня подумала вот почему так происходит что любую любая попытка напасть на россию любая попытка что-либо сделать россии заканчивается провалом смотрите наполеон как напал на россию у него вся миссия закончилась он закончил свою жизнь на острове сначала эльба потом святой елены по моему скончался на святой елене гитлер напал на россию карьера его закончилась то их можно перечислять без конца любое нападение на россию заканчивал с крахом золотая орда здесь завершила свой поход да она естественно здесь и власть властвовала некоторое время но в любом случае вот смотрите огромные империи более сильные чем сегодняшняя россия по масштабам того времени византия римская империя вавилон ассирийская империя египет конце концов ноги гегемоны они как-то распались и все эти завоеванные земли были отобраны назад а почему россии совсем другая история я вам объясню потому что вот эти вот хитро сделанные товарищи которые считают что они умеют жить в отличие от нас вон что напали на сирию разграбили сирию под шумок напали на ирак ограбили ирак напали на ливию ограбили ливию понимаете они думают что это умение жить и они молодцы а на самом деле я вам говорила что честным быть выгодно россия никогда не нападала ни на кого я знаю что сейчас будет негативное всякое это не нападение это борьба за свои интересы нападение совсем по-другому бывает вот если бы она напала сейчас бы никто оттуда не вещалась своих кафе и ресторанов понимаете сейчас была бы совсем другая история она за свою историю не нападала ни на кого она помогла армянам создать государственные сто лет назад она помогла грузии не исчезнуть под лапами персии она помогла помогла болгарам не исчезнуть под лапами османов и много кому и даже если эти народы были неблагодарные народы что такое народы это общество общество люди вот как люди завидуют сильному человеку и ненавидят и не помнят добра вы посмотрите на жизнь жизненные ситуации и вы сразу поймете даже не нужно в масштабах стран рассуждать жизненная ситуация человек помогает кому-либо делает добро через некоторое время тот кому сделано добро кому не дали подохнуть выходит против тебя и начинает лить дерьмо на тебя пытается навредить тебе правда нам вредят те кому мы помогли когда-то это всегда так это вдвойне обидно но это факт чтобы не помнить что они нам должны вот то же самое происходит с россией народы которые даже ну то есть не помнят собственно говоря этого добра и не оценили вот невзирая ни на что ведь россия чисто перед вселенной она не провела то есть не проливала невинной крови вот именно поэтому россии не дают пропасть эта политика оказалась выигрышной америка грабила страны и что сейчас она теряет свою силу европа участвовала вы знаете всегда что во всех вот все цивилизации которые исчезли во всем во всем было вмешательство европы американские индийцы латиноамериканские страны образовались тоже на костях и крови тоже тоже европейцы туда влезли австралии австралийских аборигенов уничтожили византийская империя пала именно благодаря европе старанием европейцев они с османами заключали договора до того момента пока не расшатали основу византии понимаете они это делали веками тысячелетиями смотрите уничтожили лучший генофон охота на ведьм 600 лет убивали людей на кострах самых умных и красивых обвиняя в колдовстве и прочей фигне 600 лет вы представляете что это сколько поколений 600 лет охота на ведьм длилось пока они не уничтожили свой красивый и разумный гет и они думая что это все умение жить в итоге пришли к абсолютному краху а россия которая за сотни лет ну не сотни лет тысячи лет своей истории она только защищалась и вот это все стало залогом того что после того как все это все начинается то есть вот это вот нападение всеобщее да вот это русофобия прочее это все в итоге оборачивается против тех кто начал потому как силы которые помнят честность этой страны они ее защищают и не дают упасть наверное все таки вот эта вот чистота перед вселенным она играет огромную роль и хорошо что мы никогда ни на кого не нападали и замечательно пусть они кичатся своими мнимыми победами а мы будем гордиться тем что наша страна защищалась и защищала других под своим крылом а те люди которые в трудную минуту убежали из россии пусть они в хорошие времена тоже не возвращаются это как вообще понимать вот твоя семья на твою семью напали твою семью там знаете унижают оскорбляют на твою семью подают в суд что ты делаешь ты говоришь я не из этой семьи я уезжаю отсюда что хотите делаете а когда твоя семья весь этот кризис преодолевает встает на ноги строит новый дом покупает новые машины ты возвращаешься и говоришь ой я тоже часть этой семьи знаете нахер ты нужен тогда и правильно публика возмущается слушайте даже если моя страна в чем-то не права мне плевать это моя страна я буду ее защищать я здесь живу она мне дала все что у меня есть то есть когда она мне давала это все я ее любила а когда она в трудную минуту там попала в трудную ситуацию я уйду и буду оттуда тявкать на нее вы знаете я знаю русских женщин которые вышли за американцев их заставили любить все русское вот уважаю таких женщин это действительно женщин да они выбрали иностранца ну и что полюбили бывает такое люди они имеют право любить кого хотят и никто не вправе вмешиваться и судить но они всю свою семью просто превратили в русских те сидят 9 мая смотрят русские блины едят понимаете она заставила их уважать свою нацию вот так и нужно делать а те которые уезжают из россии начинают ой в россии все пьющие а вы немцев не видели как они пьют его англичан не знаете как они пьют причем они не просто пьющие они отключаются еще вопрос если русский генофон не хороший и вы его так стесняетесь получается вы себя стесняетесь вы же облаиваете свои корни как это возможно омерзительно это товарищи противно и вы знаете что самое интересное все народы которые здесь живут они же для своих русские они же нас всех русскими называют без разницы кто мы вот армяне армении нас не недолюбливают потому что мы обрусевшие или русские вы нас так называют да русские русы грузины живущие в грузии недолюбливают грузин которые в россии руссаби азербайджанцы недолюбливают своих кто здесь живет называя руслар вот куда деться вроде бы мы здесь не русские а там русские и вот какая-то вот безысходность получается как бег по кругу куда не глянь ты чужой хотя я еще раз говорю нормальные люди живущие здесь никогда не подвергается преследованию пусть не врут здесь когда звонишь в скорую никто не спрашивает а вы русский армянин грузины или кто вы если позвонил человек приезжают все никаких нету такого если тебя ограбили на улице никто не спрашивает а ты русский чтобы подавать заявление у тебя это принимают если ты талантливый человек и ты работаешь во благо этой страны ты продвинешься вперед ну конечно встречаются всякие недоразвитые особи человеческого рода которые могут то высмеять тебя по национальному признаку но кто на них обращает внимание таких везде хватает на самом деле вот я не видела никогда чтобы люди подходили там например там вот вот он не русский поэтому у него покупать не будем смешно здесь знаете что нам надо делать нам надо развивать своей стране вот национальные вот какая нация что лучше умеет это надо использовать причем использовать по полной программе хотя это уже началось но в любом случае вы посмотрите люди которые сюда приезжали скажем из малой азии ой средней азии не так сказал но из малой тоже кстати говоря вот они приезжали в 90 эти люди работали ну куда их могли взять творниками уборщицами не более потому что у них не было русского образования они говорит особо не могли теперь смотрите их дети они закончили здесь школы университеты они уже работают нормально на нормальных должностях как это происходит интеграция они не могли но их дети смогли может ради этого эти люди и мучились чтобы дети смогли интегрироваться в этом обществе они знают язык они выучили они закончили русские школы обрусевшие у них весь круг русские они даже и женятся и выходят замуж за русских то есть понимаете вот так и происходит интеграция нации и это хорошо это наше богатство это генетическое вливание сюда и как вам сказать обновление крови потому что народы которые вечная женится на своих они в итоге приходят к не очень хорошим результатом вы посмотрите древние нации которые все время по традиции и обычаи берут только своих они они как вот те самые нации они как знаете носители тех гениальных генов уже совершенно не соответствует этому у них есть чем гордиться предки но сами уже не такие далеко не такие как их предки были это это именно следствие родственных браков потому что в любом случае если постоянно вот в таком закрытом пространстве как в одном селе да все попереженились все далекие или близкие родственники это не есть хорошо кровь должна обновляться русский это только скажем так название русский объединяет язык и вера все но и территории а в остальном смотрите русские скифы сарматы варяги печенеги потом монголы татары евреи самые как бы больше всего здесь национальности кто у нас евреи армяне грузины азербайджанцы татары вот это те нации которых больше всего здесь кстати хочу вам сказать что в россии по официальным данным три миллиона армян по ней официальным 6 вполне возможно здесь армян живет больше в три раза чем в армении недавно смотрела вот армянские офицеры выступали выражали свою солидарность с нашей армии кстати крым в крыму тоже армянские офицеры очень сильно помогли тому чтобы успели наши службы наши скажем спец отряды успели прийти и чтобы не смогли там организовать бунт и прочее то что крым перешел к россии тоже есть определенная заслуга офицерства армянства крыма не восхваляю просто это факт адекватные люди они всегда понимают как правильно ориентироваться и как нужно себя вести и что на самом деле нужно делать и как правильно нужно делать как можно не поддерживать нашу армию как вы можете выйти на митинги против своей армии там же наши дети это все наши наши сыновья братья сестры тоже многонациональная армия все нации россии в этом участвуют и помогают вон погибший из дагестана офицер настоящий мужчина который буквально своей жертвой спас своих сослуживцев как можете вы выйти против нашей армии как у вас стыда вообще хватает не согласны с чем-то сидите у себя дома помалкивайтесь заткните зачем мешаете в это время еще хуже делаете омерзительно на вас лицезреть и смотреть ведь вас потом показывают по всему миру вот вышли на митинги люди не согласны там же представляют как будто вся страна там против я вообще не понимаю почему до сих пор нет митингов поддержку российской армии и тех действий которые выполняет почему нету должно быть пусть это тоже покажут по телевизору покажут ли вот чем вопрос так что дорогие друзья как там таите-таите нас нас и тут неплохо кормят все работает в том же решение все есть если кто-то то есть кого-то застукали врасплох застали кто не успел привезти товар и так далее это всего лишь частники большие организации давно уведомлены давно они же перезаключили свои договора я вас уверяю и все что происходит это большой театр всего лишь они давно уже нашли выход они ничего не изменится совершенно эти громкие заявления мы уходим это всего лишь чтобы нас напугать так надо они давно знали что это придет что это будет и они давно перезаключили все свои контракты язык не показывает хорошо ладно статье и ближе пока вот ребенок я не помню в детстве так делала чтобы я просто язык показала кому-то но может быть нет мальчиком показывала язык а так чтобы просто так нет плохих массе упала сейчас заплачет нет не плачет устойчивый мальчик вот так вот на этой приятной ноте закончим с вами разговор желаю вам удачи и смотрите это сми сми сейчас хочет больше похоже на мусорный ящик там скидывают всякий мусор и засолят наш мозг всем удачи и всех благ